Партнерской площадкой и местом проведения международного флэшмоба Мэтт Кэт станет Коряжмский филиал Софум. Именно здесь в субботу, 24 ноября, в 14 часов соберутся те, кто хочет проверить свои знания по математике. Неформальный подход к составлению задач поможет разбудить интерес к этой науке как среди школьников, так и у их родителей, считают организаторы. Участие в флэшмобе бесплатное, общедоступное, по собственному желанию. Поэтому просьба от организаторов была такая высказана, что не надо тащить, например, весь списочный состав 8-го А-класса на участие в этом мероприятии. Пусть придут лучше те, кому это интересно. Математический флэшмоб зародился в России в 2014 году по инициативе педколлектива Саратовского лицея. Число участников Мэтт Кэт растет с каждым годом. В настоящий момент успешно прошли регистрацию свыше 280 площадок. Они будут открыты в 72 регионах нашей страны. Три из них в Архангельской области. Вместе с коряженцами бороться за победные баллы северяне будут на базе двух школ в Северодвинске. Формат экзамена – письменный тест. Задания подобраны по группам от самого легкого до повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти уровни лигами. И, соответственно, по цветам – белое, желтое, красное, зеленое. То есть каждый участник смотрит, получает, когда задание всех четырех лиг, он выбирает для себя тот уровень, который подходит ему по его возможностям и решает этот уровень. И самое главное, если, например, в двойном зачете пришли родители и ребенок, каждый выполняет свой уровень. То есть они не могут выполнять один и тот же уровень. Если пришли друзья, например, вдвоем, они тоже могут участвовать в двойном зачете, но каждый выполняет свой уровень. Чем интересен двойной зачет? В настоящее время идет регистрация участников и волонтеров «Мэткэт». На одноименном сайте проекта необходимо оставить свои контактные данные, а также выбрать площадку. Просьба организаторов – указывать при регистрации реальный номер телефона. На него будет выслано кодовое слово, чтобы узнать свои результаты. И еще совет – серьезно подойти к выбору НИКА. Согласитесь, сертификат победителя, выписанный на имя «Кошечка» или «Василек» звучит не очень.